Добрый день всем. Мы сегодня обсуждаем недельный раздел Корох. Постание Короха и присоединившихся к нему против Мушея и Аарона. Эта тема затрагивает одно чрезвычайно базовое понятие как в общей культуре человечества, так и в иудаизме. Это вопрос равенства. Главное требование Короха, главный упрек Короха, его компании в отношении Мушея и Аарона звучит так. «Полно вам, ведь все общины, все святы, и среди них Господь. Отчего же возноситесь вы над собранием Господня?» Отвратение Короха, что в конечном итоге святость, она в равной степени лежит на всем народе Израиля. И тут не должно быть иерархии, не должно быть руководства и не должно быть подчиненных. «Мы все святы». И это утверждение, эта претензия, она проходит в компании Короха по двум различным направлениям. Одна направлена против Муше, другая направлена против Аарона. Это, во-первых, претензия на власть. И это мы видим на примере Датана Беаверама, который из колена Роуэна. И претензия на священство, которое направлено против Аарона. И эта претензия выражается, относится к тем 250 людям, которые из разных колен присоединились к восстанию Короха. И в отношении самого Короха, можно сказать, что им руководили оба соображения. Он их объединял как бы в себе. У него, видимо, было претензии на власть и на священство. И все это основывается на утверждении общим, что все равны. Ну, действительно, можно заметить, что есть внутренние противоречия, но мы к этому подойдем немного попозже. Я хотела еще предварить разбор идей равенства соображением о том, что мы не знаем точно, когда это восстание происходило. Дело в том, что книга Маминбара, условно говоря, делится на две разные части, два разные периода. Первый период он примыкает к выходу из Египта. Второй период – это в конце скитания по пустыне, в конце 40 лет. Что происходило? Когда точно происходило восстание Короха? Неизвестно. Не написано. Может быть, это было в начале, и, может быть, это было в конце. Хочется отметить, что оценка наша того, что происходило, в принципе, довольно сильно зависит от того, когда это происходило. Если это происходило после выхода из Египта, то мы еще находимся по тенью этих жалоб евреев. Вот, куда-то нас вывел, в какую-то пустыню, и все здесь плохо, и вообще, и руководство неправильное. То есть, это некоторый стандартный набор жалоб выходцев из Египта. Перед входом в землю Израиля у них другие претензии. Мы хотим войти в землю Израиля. Почему мы до сих пор туда не пришли? Это совершенно другой мотив. Возможно, претензии против того, что против старого руководства, как в области святости, так и в области руководства общины, более оправданы и более легитимны перед входом в землю Израиля. Потому что там уже через некоторое время, после шоу, после завоевания, мы видим, что на самом деле какое-то время нет централизованного руководства. Хотя, в общем-то, оно для руководства страны, для международной политики и прочего, она в общем необходима. В какой-то момент народ требует царя и так далее. То же самое со святостью, когда они входят в землю Израиля. На самом деле, каждый может в своем углу построить жертвы, не приносить там жертвы, когда нету храма. Ой, извините, ребята, у меня проблема с компьютером. Я на секунду отключусь. Какая проблема? Это не шеринг? Ты не делаешь шеринг, правильно? Нет, это у меня просто иногда экран дурит, и слава богу, он сейчас вернулся в норму. Итак, вернемся к нашим баранам. Главное, о чем я хотела поговорить, о том, хороша ли сама по себе идея равенства. Это позитивный принцип или негативный? Например, хорошо ли рабство или нет? Если мы говорим, что вообще иерархия хороша, и каждый хорош на своем месте, и каждый должен выполнять свою функцию в мире, и в качестве этой иерархии таранам предоставляет опцию рабства, почему нет? Раб, пускай занимается своим делом, будет счастлив тем, что он получил. У него меньше заповедей, у него все хорошо, и женщина тоже, пускай будет счастлива тем, что она минимум, который она обязана, слава богу, мужчины пускай накладывают филин и занимаются службой всевышним и учат таранам. Наше дело маленькое. На самом деле, это сегодня претензии о том, что женщина хочет больше учиться и больше всего делать, выглядят как некоторые новшества, модернизм или претензии феминистов и так далее. В свое время, где-нибудь 200 лет назад или 300 лет назад, наши мудрецы писали все наоборот. Они говорили, что женщины так мало знают, надо их стимулировать, чтобы они учились, научить их говорить благословение, научить их учить таранам. Женщины со своей стороны тоже проявляли. Было написано для женщин специально книги, чтобы они продвигались и учились. То есть тенденция была другая. Теперь в какой-то момент стали бояться модерны и стали говорить, что, ой, это равенство, оно опасно. То есть, возможно, равенство опасно. Это верно. Я хочу рассказать историю, которую рассказывал мой друг детства в России, про какого-то своего знакомого, который был где-то в глубинке и там с каким-то партийным детям разговаривал. Он разговаривал, как они, объяснял, как они устраивают единогласные выборы. И человек, который разговаривал с партийцем, он размутился, говорит, как же так? Как это вы устраиваете, поделываете? У нас же демократия. Он говорит, демократия, ну это же демократия, но ее тоже нельзя пускать на самотик. То есть, хорошо демократия или плохо? Нужна ли иерархия или нет? Я здесь кратко коснусь некой известного медраша, который приводится по поводу высказывания в первой главе «Бытие». В первой главе «Бытие» написано, и сказал Бог, будь два светила великих, и создал Бог два светила, одно большое, другое маленькое. Два светила большие, сказано вначале, а потом одно большое, он создал, а второе маленькое. То есть, там что-то не в порядке. Были задуманы два больших светила, а сделано одно большое, одно маленькое. И к этому медраж приводит целую историю, как Луна приходит к Богу и говорит, как может быть два одинаковых светила. Должна быть иерархия. Кто-то должен принимать решение. Невозможно нам все время, так сказать, из-за всего устраивать диспуты. И нужно, чтобы кто-то был большой, а кто-то маленький. И Бог сказал Луне, уменьши себя. Есть длинный диалог с Луной, когда Луна жалуется, почему я сказала разумную вещь, а за это я должна себя уменьшать. И он ей обещает разные ништяки Всевышнему, что есть типа много позитивного в том, чтобы быть на втором, на вторых ролях. Но Луна все равно не соглашается и переживает. После этого Всевышний говорит, что знаешь что, за тебя, за меня будет народ. За то, что я тебя уменьшил, велел тебе уменьшиться, народ Израиля будет приносить жертву в новом месяце. Объясняется, почему, как это выводится из старых. То есть Всевышний признает, что это ущерб, это недоделка, что Луна вынуждена уменьшить себя, что в мире появилась иерархия, это ущерб для мироздания. То есть это некоторая недоделка, без которой, с одной стороны, мироздание не может существовать, а с другой стороны, это не идеал. Идеал все-таки это равенство. К этому, а где есть огромное количество комментариев очень интересных философских, у Рава Кука и у Левинаса, и у других комментаторов, и у Махараля. Каждый рассматривает проблему равенства в разных совершенно областях, между понятиями, между идеями и так далее. И, в частности, это, безусловно, касается равенства между индивидуами в мире. Больше того, когда говорится о пророчестве конца дней, в книге Ишияру сказано, «Ибо полна будет земля знанием Господа, как воды покрывают море». То есть в конце времен будет равенство. Не будет абсолютных авторитетов ни в государственной области, ни в святости. Каждый человек, каким бы он ни был, где бы он ни находился, он будет на том же самом уровне, во всяком случае. Внешне не будет никакой дискриминации, это все выглядит, как море, в котором все находится на одном уровне. И то же самое повторяет Хабакук. У Ишагау, это мы, может быть, еще когда мы вернемся, это в рамках пророчества конца дней. У Хабакука в немного другом контексте, но это уже будет отход-шторм. Можно было бы сказать, что теоретически, конечно, равенство хорошо, но если мы сейчас возьмем, к примеру, восстание Короха, то очень похоже на то, что они преследовали собственные какие-то амбиции. То есть каждый из них хотел для себя какой-то кусок урвать. И можно сказать, что, может быть, амбиции в принципе это плохо, но, на мой взгляд, это недостаточный ответ, потому что амбиции в принципе это неплохо для того, чтобы двигать цивилизацию, для того, чтобы добиваться каких-то успехов. Человеку нужны амбиции. И даже есть такое высказывание, что соревнования, ревность различных мудрецов между собой, когда они спорят, каждый хочет выиграть, и это строит закон, это продвигает нашу мысль. То есть на самом деле в амбициях, в позитивных амбициях ничего такого нет. И даже в нашей книге «Бамидвар» мы далее видим много личных инициатив. То есть человек, который, возможно, руководствуется какими-то своими амбициями. Например, те люди, которые хотели сделать песок шини. «Я хочу песок приносить, но ничуть не хуже других, дайте мне такую возможность». Или дочери Славкана, тем более. «Мы вот тоже хотим наследовать в земле Израиля, почему нам не дадут?» И все это расценено позитивно. Поэтому в данном случае этот ответ недостаточный, наверное. И правильно посмотреть, какие же были у людей все-таки стремления. Если взять вот этих 250 человек, которые согласились на соревнования по принесению Кторота, по принесению воскурений, можно только поразиться их мужеству, что они пошли на это, уже зная о том, насколько Кторота опасен. Они уже видели, как сыновья Аарона, которые принесли этот самый незаповеданный Кторот, незаповедное воскурение, что они сгорели. И после этого они вовсе без всякого опасения приносят на своих софтах вот этот самый Кторот, это воскурение, чтобы проверить для того, чтобы удостоиться служению Всевышнего Храма, удостоиться должности священника. Есть комментарий на Цива, из Воложина, Эмек Довару, и не только его, но в частности его, в котором он утверждает, что это были очень возвышенные люди, которые с опасностью для жизни, понимая, что они могут сгореть, все-таки хотели близости к Всевышнему. На самом деле это совершенно нельзя сказать, что это нельзя их оценить негативно, очень трудно их критиковать за это стремление, поскольку стремление возвышено. Тем не менее, оно было неверно в тот момент, и они, хотя знали, на что шли, они погибли. Но при этом в Муше он говорит, возьмите совки, переплавьте их на нужды храма, потому что они освятились. То, что произошло, хотя это была и смерть, это была смерть, на которой они пошли сознательно, в каком-то смысле освящение Всевышнего, в каком-то смысле. Хотя сыновья Аарона, они ошиблись. Эта ошибка именно в этом месте, она очень тяжелые последствия за собой несет. То есть в данном случае трудно сказать, что у них у всех были какие-то негативные, что стремление всех надо расценить негативно. Может быть, у них были амбиции, но с другой стороны, общая мода у них была, в том, что вся община равна. Возможно, мы можем сказать, что тут есть уже проверка на чистоту их намерений. И соответствует тому, что они ее декларируют. Если вы декларируете, что вся община равна по святости, то никакие священники дальше уже не нужны. Если вы декларируете, что вся община находится на таком уровне, что ей не нужны уже предводители, не требуйте себе предводительства. И вот это вот противоречие в намерениях, видимо, оно свидетельствует о том, что несмотря на то, что это самое высказывание, это самое требование равенства, оно в принципе верно, но то, что люди до конца не понимают его смысла, не являются цельными в своем требовании, оно приводит к такому расколу и трагическому концу. Возможно, в принципе, в конце времен, когда мы дойдем до какого-то очень высокого уровня, это требование равенства, оно может быть реализовано. И может быть поэтому сказано мудрецами, сыновья Короха не умерли. Возможно, это имеет вполне практический смысл. Вот Анафи можно найти, Дибре Амим, что от Короха в конечном итоге произошел Шмуэль, что действительно у него дети, не все его дети умерли, в во всяком случае. Но кроме того, в этом есть символический смысл, что на самом деле идея Короха, она верная, просто она приходит не ко времени. В то время, когда еще люди и в целом народ не готов полностью осознать принцип праведности. И получается так, что они с одной стороны говорят, что вся община свята, а с другой стороны говорят, дайте мне возможность тоже быть священником. Если вся община свята, у каждого есть прямой контакт, Богом тут священник уже вообще не нужен. Вот тут есть неувязка. Поэтому можно спросить дальше, почему еще после всего этого понадобилось испытание с посохом Аарона. Как вы знаете, после того, как уже произошли эти испытания, то есть и развернула земля и поглотила Датана Айверам со всеми их семьями. То есть чудо показало, что они не правы. И сгорели все 250 человек, которые притязали на священство. После всего этого и кончилась уже эпидемия, в которой люди возмущались смертью этих людей. После всего этого, тем не менее, происходит еще одно, еще одна демонстрация прав Аарона на священство и право левитов на обслуживание священников, на службу в храме. Когда говорят всем коленам положить, главам коленам положить посохи, святая святых, после этого посох Аарона расцветает. Посох Аарона расцветает, показать, что действительно он избран. И можно сказать, что символика посоха, есть такие комментарии, она говорит о том, как устроен народ. Есть на этом посохе, на этом дереве, есть на нем листья, народ, ради которого растет это дерево, и которое поддерживает его жизнь. Потом есть цветы, и это левиты, и после вырастают кладышки, миндаль, которые символизируют уже Куэнов, священник. В каком-то смысле, мне кажется, это еще похоже на то, что еще на еще одну историю, которая есть в первой главе Береши, когда сказано, что земля согрешила и не выполнила указания Всевышнего. Опять, было планирование определенное, а потом оно не реализовалось. Какое было планирование? Сказано, пускай создает земля деревья плодовые, делающие плод, а земля сделала деревья, создающие плод, то есть деревья не плодовые. Объясняют комментарии, объясняют Медраж, что дерево само по себе должно было иметь вкус. Его можно было есть так же, как его плоды. И наш мир создан пока так, что есть иерархия, есть дерево, есть листья, есть цветы, есть плоды, и все мы ориентированы на плоды. Есть что-то возвышенное, есть что-то целеустремленное именно в плодах. А все остальное, как некоторый общий фонд. Хотя, конечно, на самом деле левиты, они обслуживают народ, они выходят из народа, а коэны, они тоже через левитов они служат народу и все вместе они осуществляют контакт Всевышнего со своим народом. Но это, опять же, модель нашего мира. Если в будущем мире будут деревья плодовые, то есть у всего будет равный вкус, у всего будет равный смысл, равный не смысл уравниловки, а равный по значению. У деревьев будет важный вкус и у листьев, и у плодов. Все в этом мире будет наполнено смыслом, наполнено знанием Всевышнего. и этот мир радостного в какой-то момент он должен остаться. Но мы видим в истории, что неоднократно в основном среди евреев, иногда не только, возникают претензии, что мы уже дошли до не то, не первым, может быть, был кор, но после короха неоднократно. Мы уже дошли до этого места, когда все уже равны. Нет теперь эллины иудеи, и рабочие крестьяне, и прогрессивные интеллигенции все равны и так далее и так далее. Но каждый раз так же само, как в нашей истории, в результате оказывается, что все, конечно, равны, но свиньи равны в особенности. Если кто-то не читал ферму животных Орвелла, то там именно так происходит. Есть восстание животных на ферме за то, чтобы все построить новый мир, в котором все равны. Но после этого восстания оказывается, что некоторые животные равны в особенности. Это только свидетельствует о том, что мир еще не дошел до той точки, в котором действительно возможно равенство. И представляется, что достижение равенства действительно не реализуется через восстание, через революции, через лозунги. Это происходит с постепенным исправлением общества. И если привести слова Эшаяу, когда это реально возможно такое, я уже сейчас процитирую то, что писала Эшаяу, полностью цитату, которую я привела в начале, и выйдет отросток из ствола Эшая, секунду, я, может быть, им поделюсь. Выйдет отросток из ствола Эшая и даст побег, что окармя его, если зайдет на него дух Господень, дух мудрости и понимания, дух совета и силы, дух знания и боязни Господа. Это речь идет о Мессии, о Машеахе. Исполнит он его духом боязни Господа. И не по взгляду глаз своих будет он судить, и не по слуху ушей своих будет он решать дела, но будет по правде судить бедных и решать справедливые дела прутких людей страны. И будет он страной бечем речей своих и духом у своих умертвит нечестивого. И справедливость будет при поясании честность поясом на бедрах его. То есть мы увидим мир когда-нибудь или не мы, а наши дети, в котором действительно будет настоящая справедливость. И тогда волк будет жить рядом с Агнусом, леопард будет лежать с козленком, и телец молодой левый волк вместе, и маленький мальчик будет водить их, и пастись будут коровы с медведем, детеныши их лежать будут вместе и так далее, и так далее. Не будет делать святой горе, ибо полна будет земля знанием Господа, как полно море водами. Это как пророчество о конце дней. И тогда вот на этой точке на самом деле действительно может быть требование равенства всего человечества, не только внутри еврейского народа, но внутри всего человечества оно может быть реализовано во всей полноте, когда весь мир придет действительно познание всего человечества. Можно задавать вопросы? Да, думаю, что да. Такой вопрос пытается поставить вот три истории, то есть корох, потом значит 250 человек и дотан и авирам. То есть если в случае короха, дотана и авирама прослеживается такая негативная что ли составляющая, то в случае с 250 сожженными наоборот, как мы говорили, они принесли себя в жертву, да, они пошли по стопам надавая виву, что, наверное, не следует всем делать, но тем не менее явно позитивный поступок из их сделали облицовку для жертвенника из их угольниц, и я потом пытаюсь понять, что же все-таки было в их поступке такого сильно негативного, что их в один ряд ставят с Татаном, Аверамом и Корохом. Можно ли говорить, что они... Да. То, что я пыталась немножко показать, что независимо от того, кто сильно негативный, слабо негативный, главное во всей этой истории, что требование равенства, оно оказывается преждевременным во всех областях и в области священства тоже. Почему? Потому что с одной стороны они говорят вся... Все они шли под одним лозунгом, да? Вся еда свята, правда? И они с одной стороны говорят вся еда свята, а с другой стороны они пришли, они 250 человек, не весь народ. Я не знаю, может быть, сколько их там было, все пришли со своими совками? Песьма возможно, ничего такого не было. Но была тут некая группа, которая претендовала на священство, что они будут вести, да? Тут есть некоторое противоречие в подходе. Ребята, или вы говорите, что все святые, и на этой основе вы хотите равенства для всех, чтобы не было привилегированного класса, элиты, священников, или вы претендуете сами быть элитными. Понимаете, да? Есть тут противоречие, хотя на самом деле им казалось, что они его не видели, они его не ощущали, им казалось, что их стремление чисты. Я думаю, что они в меньшей степени гораздо, чем коров виноваты, и поэтому вот это вот сожжение, да, оно, есть некоторые в нем позитивные, как бы даже, то есть, они как бы принесли себя в жертву перед всевышленным. Это не позорно. Тогда, как провалиться по землю, это в некотором смысле противоположное действие, да, их поглотила земля, они ушли куда-то, ну, не знаю, в ад, не в ад, но куда-то провалились. Да, провалились. Тартерары. Явно все-таки писания делают различия между ними, но общий принцип здесь похожий. Ребята, или вы хотите, чтобы все были равны, полная анархия, никакого начальства, или вы сами хотите быть начальством. Это, как сказать, постоянно существует такое напряжение до сегодняшнего дня и у нас в политике, в управлении государством и также и, к сожалению, и в области духовной. Одни порицают других, чтобы вылезти на этом самим, а не ради светлой идеи какой-то равенства или свободы совести. Может быть, не стоит про политику, хотя у нас этот урок заявлен как в актуале. Я думаю, что в параллели в актуале каждый может сделать сам. Окей. Ну, хорошо, с вашего позволения. Там есть еще один вопрос в чате, я бы потом еще спросил. А, да-да-да, давай-давай-давай-давай-давай. Может, сначала в чате, Марк спрашивает. А, в чате? А почему рассказ о Корихе это не вопрос о власти? Это вопрос о власти тоже. Это двух вопросов. Корих, он тут работал, насколько я понимаю, я знаю по комментаторам, что он принадлежал к двум группам, как бы. Вместе с заданным имбирамом у него была претензия на власть. С другой стороны, он же из колена левитов, и он также претендовал на священство. Окей. Тимофей, у тебя был еще один вопрос, правильно? Да, если можно, пытаюсь тоже сопоставить Короха и Шмойля. Мы говорили, что Шмойль, в общем-то, его потомок. Каким-то образом, вот какой аспект Короха, если так можно выразиться, Шмойль сумел реализовать? Ну, на самом деле, даже документ расчет, что он ощущал святым духом, по-русски это странно звучит, Бароха-Кодыш, он где-то ощущал в себе потенциал, видимо, если говорить без, не употребляя понятия, смысл которых мы не очень понимаем, вот этого быть руководителем коления, и он думал, что это его назначение, а на самом деле это реализовалось только в Шмойле. То есть, на самом деле, потенциал он был, но опять, возможно, он был очень достойным человеком в Короха и вполне в другой ситуации мог бы быть руководителем. Но в данной ситуации, опять же, тут мы сталкиваемся с тем, что его утверждение, оно ложным получается. Если ты хочешь быть руководителем, то не говори, что все равны. Скажи, что я тоже хочу участвовать в руководстве, найди свое место там, как Шмойль, например, он же ни на что особенно не претендовал. Он не был никаким официальным ни царем, ни священным, он из колена лебит. Тем не менее, он стал руководителем поколения. Он выбран, действительно, был как пророк. Но окей. Окей. Я предлагаю, если нет возражений, давайте перейдем к второму шлаву, то бишь, ко мне. Я продолжу, да, во-первых, спасибо Нехаме, слеха. Я продолжу то, что говорила Нехама, практически вокруг этих центральных вопросов. Но и, да, возможно, что-то прояснится, возможно, что-то станется более острым и понятным, ханан-парад он относится гораздо более о том, что статья, которую я хочу вам предложить, он относится гораздо более жестко к короху. И, в общем, его основная претензия или установка, что корох был демагог. То есть, как бы, его он берет ханан-парад берет такую сторону, что направление мысли или как бы рацион желания короха, они были сто процентов нечистые, и представит его как демагог. У него статья называется очень интересно. Эхмед модедим им демагогим. Как вообще надо лейт модед не соизмеряться, образом надо противостоять демагогам. Вот такая интересная штука, и мы сейчас посмотрим, он действительно выбирает, нахам уже про это говорил, это бросается в глаза, если проследить как бы линию поведения короха и проанализировать, но видно, что в общем трудно это оценить не так как и демагогию, а именно продвижение каких-то, ну я не знаю, шкурнических, такое плохое слово, ну можно, до шкурнических интересов под видом чего-то другого. Вот такая идея. Интересно, как Мушер Абейну ему ответил на это, тоже очень интересно. Но вначале, вначале Ханан Параб пишет, и это как-то, ну не как-то, а вот согласуют с тем, что говорила Нехама, а у меня некоторый общий подход, даже не подход к равенству, он не будет про равенство, он говорит про махлокет. Как вообще еврейская традиция относится к махлокету, а именно к разночтению, как бы спорам, к разным толкованиям. Называется махлокет, я думаю, что махлокет от слова хелек, хелек это часть, когда нету целого, а когда каждый берет свою какую-то часть и получает как бы махлокет. Ну и вот все-таки по-русски разногласия. Разногласия, да. Ну потому что в глазах махлокет это хелек все-таки, да. Разногласия делят деление. Да, разногласия по-русски, ну неважно, в общем, как бы звучит, что это больше каждый орет свое. А махлокет когда есть что-то такое концептуальное, когда, ну неважно, Сабаба. Итак, во-первых, как бы в конце этой истории мы видим, что закончилась она просто ну как бы супер трагически. Сказано Вьярдуээм Виколь Ашерлаэм Хаим Шиола. То есть провалились, опустились. Я рад это спустился, но может как бы провалился. И все, которые, все, что с ними живыми, Шиола. Шиола не очень понимает, что это такое, но это что-то какое-то нехорошее место там, скажем, прямо противоположное райскому саду. провалился какой-то тартарары, то, что по-русски называется. Это темное место. Как, что, казалось бы. То есть наказание на самом деле дикое. Смотрите, с одной стороны можно было бы понять, что по-прямому, что вообще вся претензия Кораха это некоторый частный случай. Пришел человек и он выставляет претензии по поводу начальника и говорит, а почему ты вообще начальник? С чего это вдруг? Ну, как бы стандартная совершенно претензия. Смотрите, она часто слышится везде и во всех странах. В Израиле это все время кто тебя поставил? Такой стандартный сейчас в голове выражение в Израиле, каждый его знает, прожив тут начиная двух дней и кончая тридцать с чем-то лет. Есть такое движение руки, когда люди начинают спорить, один другому обычно говорит мята бихлаль и так вот крутит рукой подкручивает что-то такое. А кто ты вообще такой? Это Кораха такая же идея мята бихлаль вообще кто-то такой. Такая частный случай. Но потому как мудрецы к этому относились, видно, что это не частный случай. Вот более общее приводят из Масахи Санедрин, то есть Трактата Санедрин называется Лохалы Дорота. Лохалы Дорота Нехама может как бы поправить и пояснить. Где такая же это из некоторого выводится как бы правило, которое справедливо либо имеет токов, имеет свою силу на все последующие поколения. То есть не вечная Аллаха, но во всяком случае не на то, что распространяется конкретно на ситуацию в этом поколении, вообще на все поколения. И именно он сказал Коля Макзик Махлокит Белав Коля Макзик Махлокит Овер Белав А именно Каждый, кто я так думаю упирается в споре, он Овер Белав означает, что он нарушает заповедь не делай. А где заповедь не делай? Почему? Потому что сказано Вело еке Корах ве дато. А почему? Потому что сказано не будь как Корах и как бы те, которые с ним. То есть весь его коллектив. Ну вот такая вот получи. С одной стороны как бы такое утверждение. С другой стороны, каждый, кто минимально, я уж не говорю, учил, но слышал, общался с евреями там 5-10-й, два еврея, три мнения и как бы так дальше. Весь Талмуд, вся устная Талмуд, он наполнен бесконечными обсуждениями и махлокот. Вообще такого нет, что сказали и приняли. Практически такого нет. То есть все время сказали, а потом тут же начинается обсуждение. А что значит обсуждение? А чего обсуждать? Все как бы есть единогласно, так, ну да, семья согласна. Все поднимают руки, все принято единогласно. Известная формулировка. А тут как бы ничего этого не бывает. Все время начинается дикий, вот то, что называется, махлокет. А как же так? Махлокет нам сказали, такая плохая вещь вообще. Человек нарушает заповедь истории. О, а тогда, вот естественно, как бы, еврейский подход. А говорят, а нет, есть такой махлокет, а есть сякой махлокет. Как он называется? Очень просто. Я говорю просто в кавычках, да, со стенком цинизма. Вот в Мишне Перке-Авод сказано, кола махлокет шиилы шем шамайт, а именно, всякий махлокет, всякое разногласие, всякое разнощение, всякий спор, который во имя небес, софола и ткаем. Вот это интересно. софола и ткаем. Я так понимаю, что это означает, что в нем есть позитивное начало. Это означает, что, как бы, ну, наверное, результаты этого спора, они дают результаты на будущее. Вот это вот, значит, что он мит ткаем. А с другой стороны сказано, вы шиилы шем шамайм, а махлокет, которые не лы шем шамайм, то есть, не во имя небес, да, энцева лы ткаем. Она не существует. Значит, лы ткаем. Это, в смысле, что кончается плохо. Такая, наверное, идея. Ну, и приводит пример, какой махлокет лы шем шамайм, а вот это известный махлокет или известное, как бы, разночтение, разногласие, дискуссия, называйте, как угодно, между двумя сколами, между двумя галактическими школами. Бейт и рел и бейт шамайм. А вот это махлокет лы шем шамайм. Почему лы шем шамайм? Потому что она, как бы, этот махлокет в каком-то виде продолжается до сегодняшнего дня, мы можем сказать, продолжается сегодня. В результате мы видим. То есть, такое, некоторое, позитивное, скажем, да, а какая вы шейна лы шем шамайм, а какая та, которая не лы шем шамайм, которая, как бы, нехорошая, которая не во имя небес, а вот приводит, зо махлокет, корох выколет дату. А это, как раз, пример, вот, спора короха и, как бы, товарища, который с ними, и коллектива, который с ним. Да. Да. И тогда, давайте посмотрим, Ханан Парад говорит, что вот это вот рассмотрение вопроса с корохом, это вопрос даже не столько теологический, а мы сейчас увидим, из чего вообще он теологический. Ну, хорошо, забежим вперед и скажем. Он теологический, почему? Потому что по прямому, как бы, вызову, который бросил корох, там слово, центральное слово, к душа, то есть отношение к святости. Он не говорит, почему ты манник. Он говорит, киколь айда кулам к душим, все святы. Речь идет об уровнях святости. Поэтому, возвращаясь там, где я сейчас был, на эту клетку, веточку я говорю, да, вопрос здесь интересный, вопрос не только теологический, а вопрос социальный, вопрос психологический, а именно, как бороться с демагогией. Почему это демагогия, вот буквально там, через 2 минуты, я все это увидим. Итак, очень интересно, у него называется, следующий, как бы, параграф абзац, стараюсь перевести по-русски, называется, Тируцим, Ла Тируцим, Энли. Это цитата. Это приводится, такой интересный, там, рассказ, Хасидский, вот, и там, Раф, в конце, он говорит, Тируцим, Ла Тируцим, Энли. Тируц, очень интересное слово. Тируц, вот я себе написал, долго думал, как перевести по-русски, скорее всего, у него есть два смысла. Первое слово, это отговорка. Например, когда приходит ученик в школу, да, и говорит, я не сделал домашнее задание. Ну, ему, естественно, учитель говорит, вообще не сделал домашнее задание. Вот он начинает, он начинает Тируцим. Не было времени, опоздал, или там человек на работу опоздал, он говорит, там, задержался автобус, это чистого вида Тируцим. Но, с другой стороны, глагол, глагол, Ле Торец, особенно, насколько я понимаю, как бы, в тероидальном, галактическом понимании, то в мудическом понимании Ле Торец, это означает решить. в данном, и поэтому, вот это вот, бывает такое значение, как бы, такое значение. В данном случае, в данном случае, я думаю, что можно сказать так, отговорок от отговорок у меня нет. Сейчас посмотрим, посмотрим, как бы, посмотрим, с чего это проистекает. Смотрите, очень интересный расклад, посмотрите, как бы, на сценарию. Сценарий вот какое. Приходит, сейчас мы, как бы, текстуально посмотрим, просто, как бы, расклад. А расклад, как бы, несимметричный, не подальше, который, скажем, первый раз читал эту историю, либо несколько читал эту историю, это просто бросается в глаза. Приходит корох, оставляет некоторые утверждения, а именно, мы сказали, какое-то, киколь, коль айда кулам к души, и убитухам ашем, почему вся еда, все община, да, все святые, кулам к души, все святые, более того, бытухам ашем, и Всевышний, обитая среди них, умаду отитносу, аль каль ашем, все слово такое, итносу, итносу, это вообще возвышаться, как это, еще кроме возвышаться, возноситься, высокомерный, вы, вы что вообще себя строите, народ, то весь святой, казалось бы, симметрично, да, симметрично, что должно быть, к Мушарабейну, по-видимому, должен был привести, какие-то доказательства, потому что существуют, уровни святости, правильно, а теперь вопрос к вам, а как вообще, Мушарабейн ответил, ответил на, вот такой вызов короха, что он ему сказал бы, народ, народ, призыв к вам, народ, ну что Мушарабейн сказал короху, поставьте, пускай люди посмотрят, да, мы тут, по-моему, он отправил на завтра, чтобы выспался, он их садками, вся история, не стал с ним спорить, вот в чем идея, он с ним спорить вообще не стал, не стал с ним спорить, то есть он как бы, очень интересно, психологически повел совершенно правильно, с демагогом не спорить, бессмысленно, ему Мушарабейну поставил, в некотором слове, он ему поставил, молкодит, он ему ловушку поставил, почему, потому что корох, наверное, ожидал, что он начнет сейчас с ним спорить, начнет с ним объяснять, что вот есть уровни святости, все, а корох, исходя из как бы, из фактажа, будет говорить, кулам к душим, есть текстуальные подтверждения, того, что действительно сказано, весь народ святый, и так дальше, да, а Муше, Муше, он вообще не стал, сейчас секундочку, одну вещь сделаю, да, а Муше вообще не стал с ним спорить, он вообще перевел это на другой уровень, вот это вот очень интересно, психологически, он очень правильно себя повел, вообще не стал с ним спорить, он сказал, завтра проверим, все, нет проблем, окей, теперь давайте посмотрим, вот в этом претензии короха, я сейчас сокращу, то что хочу рассказать, потому что Ханни Хама как бы про это говорила, да, если подходить, как бы, с точки зрения, что, как бы, в этой демагогии был какой-то смысл, да, в общем, как бы сама постановка, это постановка интересная, постановка о том, насколько в святом народе, известно, что это, Амкадош, избранный народ, почему в нем должны быть, должны быть еще уровни святости, это как бы совершенно не очевидно, непонятно, теперь дальше, интересно, что, Мошер Абейну, на чем он поймал короха, когда, кроме того, что он сказал ему, да, сейчас, секунду, кроме того, что он сказал ему, что завтра принесите совки, как бы, тогда, как бы, Всевышний ответит, все, ушел от разговора, сейчас мы увидим, через какое-то время, да, мы увидим, что он просто, как бы, ударил в точку демагогии короха, и снял всю вот эту вот завесу, которую прикрывался корох, а именно, как бы, родение за, как бы, за общество, представление общественных интересов, можете, как угодно, как бы, в известных, публично-банальных, таких этих формулах, объяснить поведение короха, как демагога, на самом деле прикрывал свой личный интерес, а вот, интересно смотреть, вот это, мне кажется, красивая история, которая как раз начинает с того, что это, теруцим, латеруцим, эндли, то есть, отговорок, отговоров нет ли, очень красиво, такой истории про Раби Хайма из Бриска, но, говоря, что одна же к нему пришли два его ученика, напиши, паркумми, аль-ацмам, аль-Тора, в общем, которые отошли от Торы, перестали соблюдать Тору, перестали соблюдать заповеди, да, и они пришли к нему и попросили, чтобы он им шейторец, чтобы он им объяснит, от слова латерец, да, или найдет какие-то отговорки, как вы можете сказать, ну, как бы объяснит, объяснит, вот те большие вопросы, проблемы, которые у них произошло с верой, из-за чего они отошли. Он, по-видимому, поняв, что они пришли не с чистым сердцем, и эта идея как бы с корохом, они пришли не для того, чтобы реально понять и объяснить, что с ними происходит, и получить какой-то совет и может исправить ситуацию. Они пришли, как корох, для того, чтобы его уязвить и подловить. И, возвращаясь немножко назад, про короха то же самое, если бы у короха у него была некоторая теологическая проблема, а именно понимание, действительно, Рав Кук про это пишет, что значит уровень святости в народе? Почему, если весь народ свят, должно быть разделено, должны быть каены, должны быть левиты и должны быть все остальные. Это непонятно, как, почему, из-за чего это следует. Они должны были прийти к Моше, или он должен был прийти к Моше Рабейну и сказать Рабейну, наши учите, объясни нам, пожалуйста, научи нас. И Моше Рабейну ему объяснил, перевозвращаясь к истории с Раби Хаймом из Бриска. Он, так же, как Моше, понял про короха, что здесь здесь нет чистых интересов. Он им сказал, он им сказал так, если ваши проблемы, кушает шелох МКМ кушает, если ваши проблемы, это проблемы. Я немножко по-другому, я забыл, он их не просто сразу отправил, он сказал, если ваши кушает, это кушает. Идея такое, ребят, если вы пришли с чистым сердцем, у вас действительно проблемы, которые вы хотите, решить, тогда они проблемы. То есть, я попытаюсь с вами разговаривать. Иштадель лаашиф лаэн тируцин. Тогда я постараюсь их латарайцы найти им и найти им объяснение. А валь, им акуши йот шелохэм эйнам эла тируцин. Но если ваши вопросы, ваши проблемы, это не что иное, как просто отговорки, то есть вы заранее знаете, знаете, что вам не важно то, что я вам скажу. Более того, вы хотите использовать мои слова для подтверждения своих собственных отговорок. Да, тогда он говорит, тируцин ла тируцин энли, отговорок для отговорок у меня нет. Это очень интересный подход. Это то же самое, по-видимому, что Моше Робейну либо сказал, либо подумал. Про короха то же самое. Что если у тебя были бы куши йот, если бы у тебя были серьезные вопросы, стоящее обсуждение, то можно было бы обсудить. Их можно было бы на тарец. Но если ты пришел с тируцин, если ты пришел изначально для того, чтобы придумать отговорки для своего собственного поведения, тогда бессмысленно. О, тогда, тогда Моше Робейну ему поставил малкодет. Что такое малкодет? Он поставил ему западню. Или можно сказать так, он ответил западней на западню короха. Он ответил наоборот. Корох ему подставил некоторую ловушку. Мы уже сказали, несколько раз. Общая идея понятна. Прикрылся общественными интересами для того, чтобы продвигать свои собственные. А как Моше Робейну... Посмотрите его ответ. Что-то потрясающее. Каким в ответе Моше Робейну короха видно, как он его тут же поставил на место. То есть он сбросил с него маску демагога. Что он ему сказал? Он ему говорит в лоб. Амеат микем киев дилу кейс эдхэм мейдат Исраэль. Вам что, мало? Что Всевышний выделил вас из всей общины Израиля? Вейкареф от ха вэтколь ахиха бне левитха и приблизил тебя и всех твоих братьев из колена леви с тобой вместе. А теперь вы просите у бекаштем гам киуна, а теперь вы просите также киуну первосвященство или священство. Вы видите, какой ответ классный. Это очень здорово. То есть корох пришел и стал демагогически говорить. Мы все святы, мы все... Это все совершенно замечательно. Если все... То, что говорил Нехама, если все... Ну, тогда не говори за себя. Муше сразу просек эту штуку, если так можно сказать. Он ему тут же в лоб говорит. И это в глазах всех все сразу понимают. То есть если бы корох был как бы за всеобщее равенство, там за святость и все такое, тогда должен был бы говорить, например, все должны быть святы, а не говорить про себя, что нам тоже... Почему ты взял руководство, а твой брат взял это. А полагается на самом деле нам. И тем самым он как бы сбросил с него все маски. Вот это очень классный ответ. И вот так читает Ханан Парад, да? Ханан Парад. Читает, что вот таким образом надо бороться с демагогией. И в ответе Моше он просто выбивает как бы всю почву для аргументации для аргументации короха. Окей. Сейчас, секундочку. Да, окей. Ну хорошо. Это вот такая история с демагогией. На самом деле я подготовил еще одну штуку, но не хочу вас как бы сильно задерживать. Я только буквально на двух словах скажу, что у него следующая статья очень интересная. Она большая и сложная. Не успею сейчас разговаривать. Вот два слова скажу, которые подходят с другой стороны к тому, что говорил корох, а именно к махуту, а именно к самой, если так можно сказать, сердцевины вопроса. Александр Читак представил короха. Да, не говоря сейчас, не отвергая, что он был демагогом. Вообще вот идея о как бы степени святости, как такое может быть. и как бы пробегая совсем до конца, да, приводит очень интересный Рав Кука, который говорит про, называет это термин окинут, окинут от слова Каин. И говорит, что вот эта вот идея кин-а зависти, она вообще идет от Каина. Вы помните эту историю с Каином, с Абелем. Если рассмотреть эту очень сложную историю Каина, Каина и Абеля, то там есть ростки того, что человек не может принять, когда выделяет кого-то другого. И он прослеживает вот эту вот цепочку от Каина до всего этого дела, которое называет кирхи с корохом. И пробегая как бы все промежуточные этапы обсуждения, там как бы идея, она такая. Идея различных уровней выделенности, а уж васям выделенности по отношению к Всевышнему, выделенности святости или уровни святости, это можно себе представить в виде лестницы. Но по этой лестнице, по этой лестнице, люди поднимаются. Идея заключается в том, что человек хочет быть более, ну, по-русски это называется святым, более выделенным, более приближенным. Идея нет, не в том и не столько в том, что он получает некоторый лейбель, получает такую наклейку, которая написана ты номер один, ты номер два и так дальше. А в том, что он это заслуживает. Этот уровень надо как бы добиться, ползя по этой лестнице или поднимаясь по этой лестнице. вот это вот как бы вторая сторона вопроса с Корохом. Теперь еще просто в одну фразу, вот то, что Нехама сказала, вот я осмелюсь в одну, две фразы сказать, что, как бы, бы, диавата, опосля, когда мы смотрим на историю с Корохом, да, и мы знаем, что с ним произошло, вот, то нам как бы достаточно просто сказать, кто в этом споришь, он очевидно, кто был прав, кто был неправ, что результаты просто как бы известны, да, вот, а зачастую, как бы, в современной жизни, на самых различных уровнях, достаточно трудно понять, где происходит зимовое, и не происходит димовое. Значит, я не очень понимаю, то есть, я не знаю, как в других странах, поскольку, как бы, большую часть своей сознательной жизни, или, можно сказать, всю сознательную жизнь образовывал в Израиле, да, вот на наших глазах, в наших глазах происходят все время, как бы, ситуации, связанные конкретно с изменением, как бы, правительств, с выбором нового правительства, с выбором, все прочее. Это связано тем, что те кандидаты, которые хотят, чтобы их выбрали, то есть оппозиция против коалиции, грубо говоря, все время выдвигают некоторую аргументацию. Для того, чтобы развить эту аргументацию, значит, другая страна, она представляет оборудить демагоги. А страна, которая выдвигает, она, естественно, объясняет это как маут, как что-то концептуальное, как что-то правильное. И вот, например, сегодняшний день, когда у нас есть просто совершенно пиковое столкновение, очень-очень много всего, что было, как бы, на наших глазах замешано в современном Израиле вопросы религии, вопросы взаимоотношения на частном уровне, на уровне различных сегментов в обществе, на уровне общинном, на уровне религиозном, кому принадлежит иудаизм, одной части общества, либо всем и так дальше. И когда люди начинают выдвигать аргументацию, зачастую очень трудно понять. То есть, человек должен, не то что довольство, должен пользоваться своим собственным мозговым аппаратом, разговаривать, советоваться, и сам принимать как бы решение, это демагогия или демагогия. Может, только надеяться, что в последствии какого-то времени мы увидим, это была демагогия, но это была не демагогия. Значит, последняя вещь, которая, курьезная, она, слава богу, закончилась без последствий, но опять же, в Израиле все настолько привязано к недельным разделам, настолько привязано к недельным разделам, что вчера, по-моему, это произошло, у нас тут на стоянке рядом с больницей Шарайцедок разверлась земля, вау, просто все снимается, вот здесь запись видео, можете посмотреть, просто земля разверлась, вот как в истории с Корохом, и одна машина, слава богу, никого нет, провалилась, ну, естественно, значит, у нас тут внизу, не одна машина, нет, не одна, я видел одна, не, там много, три или четыре машины, ну, собака бы с этой, мы провалили, слава богу, там никого не было, но, поскольку в Израиле, мне зависит от того, есть, 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 типа на голове, нет, типа на голове, но все эти вещи, они как бы, недельные разделы, вещи, они крутятся, поэтому, наш, по-видимому, уходящий, вот, премьер-министр, вот, он, естественно, в своей речи, когда он атаковал тех, которые, по-видимому, им удастся его сменить, он нам сказал, а вот вы знаете, что Всевышний сделал с этим самым скорохом, да, ему это, естественно, ставили и сказали, смотрите, он что призывает вообще, чтобы они порвались под землю, ну, во всяком случае, вот так, актуально Израиль, вообще говоря, связанно с нашим недельным разделом, окей. Натан, можно сказать, вот это только доказывает, просто, что Тора вечно, потому что уже, как можно заметить, да, вот сейчас, уже не только Пурим-2, но и повторяются главы. Ну, да, хотя там есть такое мнение, что это из-за того, что копали метро, вообще говоря. так надо как-то подвести, чтобы чудо было, ну, таким, как бы для нас, нормальным, да, не супер чудесным, немножко привлеченным. Я вам скажу, меня меньше. Копают они не совсем там, Натан, копают они на пустом месте. Ну, неважно, там сейчас выясняется вопрос, по каким техническим причинам произошло, то есть там либо была полость такая изначально, либо это потому, что копали. Я скажу вам, что меня менее удивляет, что случилась такая вещь, к несчастью, всякие вещи происходят, и тут у нас ям, о Меллах недалеко, там построили замечательную совершенно прогулочную набережную, и вдруг все совершенно провалилось. переживание. Но там это постоянно, там это просто явление природы. Как бы меня гораздо больше впечатляет то, что глава правительства, у которого на голове нет кипы, и вообще он не выглядит религиозным человеком, тем не менее, атакуя своих противников, он приводит примеры из недельного раздела, как раз, которые в тему. И это как бы обсуждается. Вот это как бы... Ну, на тему того, что провалилась земля у Шары Цедок, кто только не это самое, кто-то не изощрялся. У меня сын сказал, вместо того, что что-нибудь там исправить, они больницу здесь построили. Ну, а я рассчитываю, это было очень впечатлительно. На тему дня, так это называется. Окей, господа и дамы, в Одессе тоже провалилась сейчас-то сейчас земля. В Одессе... Нет, в Одессе там очень похожая ситуация с Ямом Эллах. Это из-за того, что там размывают где-то подземные воды размывают, оказываются пустоты и проваливаются. То есть не в точности такое, но похоже на Мертвое море. Мертвое море – это очень часто там явление и тяжелое. Там опасные места есть, где можно провалиться, там огородно. Ну да, как сказано в Перкеа Вод, да, спор, если не во имя небес, а просто так, бла-бла-бла, трынешь, вот этим вот и заканчиваются. Такими ямками, такими пальцами земли и так далее. Вот во имя небес или не во имя – это задним числом выясняется, как сказал Натан. Когда ты находишься в гуще событий, очень трудно оценить, надо головой работать и так далее. Но все головы работают. Но сегодня, например, открываешь Фейсбук, она пухнет, я бы сказала, головой. от того, что люди говорят и от того, что люди, как они считают или расценивают то, что происходит с обоих сторон. Сто процентов. Страшно просто. Ну, с другой стороны, поживем, увидим. Знаешь, как говорится, если бы я вчера был такой умный, как моя жена сегодня. Все мы умные задним числом. Ну, с одной стороны, так. С другой стороны, мне кажется, что, в общем, надо вполне уважать и все кредиты людям, которые вот в таких ситуациях они принимают решения и, как бы, говорят, либо белые, либо черные, либо за красных, либо за белых и так дальше. На самом деле, на самом деле, как я сказала, критерий здесь может быть. Я не знаю, я не предлагаю его всем универсальным. Мы видим, что у них есть внутренний противоречий. На самом деле, они говорят одно, а делают другое. Если ты идешь в конечном итоге ради идеи, то ты не должен ее предавать одновременно с тем, что ты ради нее идешь. И это сложный вопрос, потому что политика это искусство возможно. Где там оказывается, что это потому, что иначе невозможно, а где там из-за того, что у тебя есть личные амбиции, тебе идеал гораздо меньше волнует, в конечном итоге это является задним числом тем, что человек делал. мы вот многие люди верили в Шарону в свое время. И он приезжал в Азию и говорил, закон Азии такой же, как закон Тель-Авива. А потом отдал все эти поселения. А кто мог это предсказать? Не знаю, может, те, кто лучше его знал. Но мы можем учить такие истории, как история с Корохом. Введите в них разные глубины. С одной стороны, вот это вот, может быть, когда-нибудь... я как раз пыталась... Я вообще совершенно не вспомнила, возможно, что он был интересант и политик, и прожженный, угонный демагог. Тем более, Датана Аверамы, тем более, у них заметно, если разобрать подробно, совершенно демагогическая речь. Слушай, что значит демагоги? Они говорят правду, но не всю правду. А если там, скажем, дополнить правду, то оказывается, что все не совсем так. Тем не менее, я пыталась рассмотреть немножко в другом угла. Даже если мы считаем, что они действовали искренне, особенно в отношении 259-х человек, нет сомнения, что они, наверное, действовали искренне. Тем не менее, есть там какой-то порог в их действиях во всех. Даже если он думал, что он прав во всем, как говорят в Медраше Скоро, что он там видел пророчески, что он будет кому-то из его рода, что он будет руководителем. И стремился к этому искренне, без всяких, не будучи пораженным, что говоришь. Тем не менее, все равно есть какой-то очень сильный порог в их действиях. Потому что они реально не верили во то, что они говорили. Они расходили, и взяли с их лозу. Ладно. Окей. Ну, хорошо. Спасибо, Натан. Да, спасибо, Нехама. Спасибо, Натан. У кого-то есть какие-то, да, СПС. СПС – это, по-ведь, ему спасибо. Не Санкт-Петербург. Не Санкт-Петербург. СПС. Окей. Кто-то что-то хочет сказать? Либо мы на этом закрываем на сегодняшнее обсуждение. Оставайтесь на нашем канале, как известно. Так, ну, хорошо. Если больше вопросов нет, думаю, что мы немного продвинулись, связались с актуалией, в соответствии, как бы, с обозначенной заявленной тематикой. Так что, все совершенно правильно. Нехама с кем-то сражается. Окей. С черным котом. Да, да, да. Окей. Всем счастливо и до свидания. Пока. Спасибо большое. Счастливо. Пока-пока-пока.